У полицейских появились новые обязанности, а Минздрав страны определил, какими лекарствами должны снабжать пациентов сердечно-сосудистыми заболеваниями. Подробнее в правовых новостях от компании «Гарант». Важное для граждан изменение в закон о полиции вступило в силу. Отныне стражи порядка обязаны сообщать родственникам пострадавших в результате преступлений, несчастных случаев и других ситуаций об оказанной им помощи и направлении в то или иное медучреждение. До февраля этого года полицейские были обязаны оказывать пострадавшим первую помощь. Новый закон дополнительно возлагает на сотрудников полиции обязанность сообщать родственнику или близкому лицу пострадавшего об оказании такой помощи или о направлении пострадавшего в медицинскую организацию. Причем осуществить такое информирование следует, возможно, короткий срок, но не позже 24 часов с момента осуществления такой помощи. Кроме того, сотрудники полиции теперь обязательно будут сообщать собственникам о факте проникновения на их земельный участок или в нежилое помещение. К примеру, при погоне за преступником или в других служебных целях. Раньше это правило касалось только жилья. Внесли поправки и в права задержанных. Теперь уведомить по телефону можно только одного родственника или близкого и только в присутствии сотрудника полиции. Следующее изменение по линии Минздрава. Ведомстве определили перечень лекарств, которые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями будут получать бесплатно. Речь идет о пациентах, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и некоторые другие сердечно-сосудистые заболевания. Ранее такие пациенты обеспечивались бесплатными лекарствами только пока находились в стационаре. А теперь они будут получать препараты и при амбулаторном лечении в течение первого года после перенесенного заболевания. В перечне 23 препарата. Среди них бесопролол, апексабаны и другие лекарства, которые пациентам-сердечникам часто прописывают врачи.